Так сейчас выглядит закрытый Кучинский полигон. 55 скважин, глубина каждой 30 метров, две факельных установки, малая и большая. Именно таких усилий стоит система экстренной дегазации. Факель работает у нас с эффективностью выше 99%. Значит, все вещества, которые находятся в сладшем газе, они обезвреживаются с эффективностью 99% и выше. Большой факел вспыхнул с новой силой. Она в пять раз превосходит малого коллегу. Теперь мусорный газ будет утилизирован почти на 100%. Работать вторая факельная труба будет автономно и круглосуточно. Данный факел позволит сжигать до 2500 кубов в час свалочного газа, который образуется в теле полигона. И тем самым решить вопрос и с запахами, и с вообще в целом вредным воздействием образующегося здесь газа на окружающую атмосферу. Мусор на теперь уже закрытом полигоне Кучи накопился почти шесть десятилетий. За это время свалка разрослась до космических размеров. Высота почти 50 метров. Площадь около 50 гектаров. Ее закрыли летом прошлого года и начали работать по экстренной дегазации. Я могу еще сказать, что по всему миру, в США, в Европейском Союзе, в Китае, по всему миру, на всех полигонах работают вот эти факела. Это сегодня самый эффективный, самый экологически безопасный способ термической очистки этого свалочного газа. Свалочный газ очищают, но неприятные запахи все равно остаются. Ароматы серого водорода ощущают жители ближайших Балашихи и Реутова. Жалуются каждый день. Только вчера в МЧС свои гневные сообщения отправили почти десять человек. Но это в разы меньше, чем было раньше. На полигоне круглосуточно дежурит и МЧС. Проводятся замеры Росприродного отзора, Роспотребного отзора. Рядом установлены станции, в том числе, МОСЭКО-мониторинга. После того, как мы проведем все работы по наладке этого оборудования, как мы говорили, в течение января, воздействия на окружающую среду и неприятные запахи будут сведены к минимуму. Все кучинские ароматы действительно останутся в прошлом уже в конце января. К этому времени подрядчики обещают завершить второй этап пуска наладки системы экстренной дегазации. А в марте приступят к процессу рекультивации. К этому времени на свалке в два раза увеличат количество скважин с 55 до 112. Работы будут в себя включать, во-первых, формирование тела полигона, установка системы лучевого дренажа для удаления фильтрата из полигона, расширение системы дегазации, установка газотурбинных установок. И тот газ, который производит полигон, в том числе, будет перерабатываться в электрическую энергию. Электрическая энергия от мусорного газа пойдет на непахнущие цели. Его использовать будут на самом полигоне и в промзоне рядом. Но это пока в планах, в планах и завершения рекультивации даты X 2019 год. Сейчас же считают стоимость работы. Известно, что это больше 4 миллиардов рублей. Ксения Казакова, Артем Утников для РТВ.